Сегодня мы будем тут говорить про такую структуру данных, как Disjoint Set Union. Очень полезная структура для решения некоторых задач. Так, люди еще подходят. Мы начинаем лекцию. В прошлый раз в конце лекции я уже упомянул, что такая есть структура данных и что она полезна. Даже пример привел. А сегодня я, наверное, этот пример повторю, чтобы было уже ясно, что там происходит. Определение этой структуры. Давайте начнем с определения. Есть какое-то множество. Ну, давайте назовем множество носитель. Есть носитель. По сути, это элементы, это числа от одного до н. Есть начальное состояние этого носителя. В начальном состоянии каждый элемент лежит в одном своем множестве. И в процессе работы структуры данных Disjoint Set Union у нас остается набор множеств, не пересекающихся друг с другом. То есть каждый элемент лежит в одном своем множестве изначально. А потом каждый элемент тоже лежит в каком-то множестве, но могут быть множества, которые содержат несколько элементов. Но элемент не принадлежит нескольким множествам. Вот так. Или если формально говорить, то у нас есть отношение эквивалентности на это множестве. Вот, допустим, таким значком обозначу отношение эквивалентности. Вы все знаете три свойства, которыми обладает отношение эквивалентности. Это симметричность, рефлексивность, транзитивность. Получается, изначально это отношение имеет вид диагонали декартового квадрата. А в процессе работы вы совершаете объединение некоторых классов, получаете меньшее количество классов и большее количество элементов, лежащих в одном классе. Можно сказать, что отношение эквивалентности задает разбиение на классы. На фактор множества, по сути. Начальное состояние. Я уже сказал, что диагональ декартового квадрата. То есть первый эквивалентен первому, никакому другому. Второй эквивалентен второму, никакому другому и так далее. Либо то же самое может быть записано вот в такой форме, что у нас есть одноэлементные множество. И теперь рассмотрим операцию. Нет, прежде чем операцию рассматривать, формально все определим. Вот есть два элемента из множества. Введем такое обозначение. Класс, которому принадлежит данный элемент. А вот теперь методы. Методов у нас будет два. Один метод называется unite. Он модифицирует состояние структуры данных. Ему передаются два элемента. И мы делаем такую штуку. Мы берем множество, которому принадлежит x, берем множество, которому принадлежит y, исключаем эти два множества, и вместо них добавляем новое множество, которое содержит их объединение, ну, которое является их объединением. Содержатся элементы из cx и содержатся элементы из cy. А вторая операция, она состояние не меняет, она позволяет проверить, совпадают ли классы x и y. Эквивалентен ли x и y, или иначе говоря, cx равен ли cy. Вот что нам понадобится. Давайте на примере какого-нибудь посмотрим, чтобы стало все еще более понятно. Начальное состояние. Допустим, мы сделали Unite. Unite первого и второго. Unite первого и второго заключается в том, что мы берем множество, содержащее первое, но оно содержит пока только первое. Берем множество, содержащее второе, но содержит только второй пока. И объединяем эти два множества, получаем множество, состоящее из единички и двойки. Потом, допустим, сделали Unite 3 и 5. Вытащили отсюда множество, содержащее тройку, вытащили множество, содержащее пятерку. Сделали их объединение и заменили исходные два множества на объединение. А вот, например, Unite 2 и 3, он приводит уже к такой ситуации. Мы берем вот это множество, которое содержит двойку. Берем это множество, которое содержит тройку. А, ну да, тройку. И объединяем их вместе. Можно сделать какую-то наивную реализацию такой структуры данных, но, видимо, она будет не очень эффективной, потому что классы эквивалентности могут быть достаточно большими. Чтобы их сливать, ну, если их хранить в виде, там, массива или списка, придется делать какие-то трудозатратные операции, пробегать по множеству элементов, что-то искать, что-то объединять. Вот. А, допустим, потом мы сделали Unite 1 и 5. Но, по идее, после этого ничего не меняется. Тут у нас единица и пятерка и так уже в одном множестве лежат, поэтому этот Unite, он не меняет состояние структуры. Если мы после этого сделаем Unite 1 и 4, то у нас все схлопнется в одно множество. Одно большое множество, содержащее все элементы. Станет. Пока что я не говорю, как это устроено внутри. Давайте пока посмотрим, зачем это может пригодиться. В каком случае? Unite никому не нужен. Что? Unite. Unite. Непонятно, как его делать. Потому что, если он будет иметь сигнатуру, подобную Unite, два числа, то, что мы один элемент из множества вытаскиваем, это еще можно представить, что мы один элемент вытаскиваем. Но вот система непересекающихся множеств – это такая структура данных, которая только увеличивается. Только в одну сторону. Такая полупроводниковая структура данных. Ее можно двигать-двигать в одну сторону, а в другую – нет. Назад вернуться не получится. Придется новую заводить. Новую пустую. Ну, то есть, новую с начальным состоянием таким. И потом ее объединить. Несмотря на то, что она такая полупроводниковая, казалось бы, ну, это, в одну сторону только действующая, она весьма полезная. Давайте посмотрим на ее применение. Первое применение прямо напрашивается. Ну, вот. Как задача ставится? Тут сразу видно, что ее можно решать с помощью DSU. Задача следующая. Incremental dynamic connectivity – инкрементальная динамическая связность в графе. Есть неориентированный граф. Неориентированный, потому что с ориентированным там со связностью все сложно. Там нету компонент связности. Там есть компоненты сильной связности. И вообще говоря, из одной вершины вы можете доступиться до другой. И не факт, что обратное будет верно при этом. Поэтому будем для простоты говорить, что граф неориентированный. И мы будем с ним работать, добавлять в него ребра. Это один из типов запросов. То есть будут появляться новые ребра. Вот то, что мы граф меняем, об этом здесь говорит слово dynamic. То есть граф меняется, задача динамическая. Incremental говорит о том, что ребра только добавляются. Удаляться они не могут. Ну, тоже задача в одну сторону получается. И второй тип запроса, кроме добавления ребер, удаления нету, есть добавление. Но есть еще второй тип запроса, который делает задачу осмысленной. Потому что если мы только добавляем, ну, добавляем и добавляем, этот запрос, он даже ничего не возвращает нам. Вот второй запрос, он возвращает true или false. Он говорит, в одной ли лежат компоненте связности две заданные вершины. То есть этот запрос принимает два параметра, две вершины, между которыми добавить ребро. Этот запрос принимает такие же два параметра, две вершины, для которых нужно проверить, лежат ли они в одной связности, в одной компоненте связности. Ну и, в принципе, я уже перед тем, как задачу формулировал, сказал, что она естественным образом сводится к системе непересекающихся множеств. Нам не нужно хранить сам по себе граф, то есть граф нам неинтересен. Опять же, может быть наивная реализация, когда вы в явном виде строите граф, когда у вас добавляется ребро, вы его добавляете, а когда вы обрабатываете запрос второго типа, вы из одной вершины запускаете, например, ДФС, там какой-нибудь, или БФС, и производите обход компоненты связанности. Если в процессе этого обхода, в процессе перечисления всех вершин, которые есть в компоненте связанности, вы находите вторую вершину из запроса, то говорите «Ага». А если не находите, то говорите «Не». Но это все неэффективно, и система непересекающихся множеств. Мы пока не поговорили, за какое время она работает, но она явно быстрее, чем за линейное время работает. Иначе она бессмысленна была бы. Она помогает поддерживать компоненты связанности. То есть в явном виде граф строить особого смысла нету, нам достаточно разбивать вершины на классы эквивалентности. Что является классом эквивалентности в случае задачи о связанности? Мы будем говорить, что две вершины лежат в одном классе эквивалентности, или эквивалентны друг другу, или принадлежат одному множеству, если они лежат в одной компоненте связанности. Ясно, что как раз вот это множество вершин, разбитое согласно этому классу эквивалентности, будет представлять собой такой набор непересекающихся множеств, который можно легко поддерживать с помощью системы DSU при добавлении ребер. Если мы ребра только добавляем, нам эта система будет очень кстати. И все будет прекрасно работать. А есть еще другая задача, которая в некотором смысле, ну которая просто сводится к этой incremental связанности. Есть задача decremental. Decrement dynamic connectivity. Видите, когда мы ребра добавлять не можем, мы можем их только удалять. Только удаляем. Все наоборот. Но Dijon City Union не умеет разрезать множество, как мы уже успели это обсудить. Значит, что нам придется делать? Ну да, сформулируем задачу для начала. Я уже проговорил, как она формулируется. Как ее свести к incremental? Вот если задача оффлайновая, а вы помните, что такое оффлайновая и онлайновая? Оффлайновая, когда вам все запросы даны сразу. Вы можете на них посмотреть, а после этого давать ответы на них. Вот в случае, если decremental задача оффлайновая, то ее можно свести к incremental. Если записать все наши действия с графом и проиграть их в обратной последовательности. То есть, если мы отыгрываем все назад, то удаление ребра, оно будет выглядеть для нас, как добавление этого ребра. То есть, мы возьмем изначально весь граф, который был нам дан в начальном состоянии decremental задачи. Мы этот граф построили. После этого посмотрели все запросы, удалили из него все ребра, которые нужно будет удалить в процессе решения этой задачи. Удалили и получили какое-то состояние, когда часть ребер была удалена, а те ребра, которые не удалялись и которые присутствовали в исходном графе, они у нас остались. И вот такой граф без части ребер будет начальным состоянием для incremental задачи. И вот эту incremental задачу мы уже будем решать, обрабатывать запросы на удаление в обратном порядке. И вместо удаления будем делать, получается, добавление. И там, где нужно проверять, то есть выполнять запросы второго типа, выполнять проверку связанности, мы будем делать проверку связанности. При этом состояние графа у нас будет, ну, когда мы делаем этот запрос, именно такое, какое было бы, если бы мы по-честному решали бы decremental, а не проигрывали бы в обратную сторону. Значит, это второй вариант того, как можно использовать DSU. Это то, что касается наивной реализации для этих же задач. Если мы... Так. Что такое перекраска? Что такое добавление ребра? Здесь нужны пояснения. Добавление ребра — это то, о чем я уже говорил, то есть мы в явном виде поддерживаем граф при решении задачи incremental connectivity, если бы мы не использовали DSU. Мы бы добавляли ребро за от единицу и поддерживали бы состояние графа. А вот чек нам при выполнении чека приходилось бы делать обход, ну, одной компоненты связанности, которая в перспективе может иметь размер от N. А другой подход, называемый перекраской, состоит в том, что когда мы ребро добавляем, мы назначаем вершинам цвета. На самом деле мы, даже если ребер никакие не добавляем, мы все равно вершинам назначим изначально цвета каждый свой цвет, ну, или каждый свой номер. То есть у каждой компоненты связанности будет свой условно называемый нами цвет или номер. И вот когда мы добавляем ребро между двумя компонентами связанности... Вот был какой-то граф, вот одна компонента связанности в нем, а вот другая. И вот тут у каждой вершины написано, что она принадлежит первой компоненте связанности, а тут каждая вершина принадлежит второй компоненте связанности. А после того, как мы добавим здесь новое ребро, мы должны обойти все вершины, у которых написано двойка, например, и всем им единицу поставить вместо двойки. Тогда мы сможем делать чек за вот единицу, но вот Unite здесь не может быть реализован более эффективно, чем за линейное время при таком наивном подходе. ДСУ позволит нам сделать более эффективно. Давайте теперь посмотрим внутрь и обсудим, как работает ДСУ, как она устроена. ДСУ реализуется на основе леса, то есть у нас есть лес, и мы его поддерживаем. То есть вот это исходное множество, которое мы назвали носитель, множество Е, каждому его элементу сопоставляется какая-то вершинка от циклического графа, ну, леса. При этом лес у нас будет ориентированным, то есть каждое дерево в лесе будет подвешено за некоторую вершину, которая называется корень, а каждая вершина, которая не является корнем своего дерева, у нее есть ссылка на родителя. И каждое из деревьев, которое в этом лесе есть, оно будет соответствовать одному из классов эквивалентности, которые в текущий момент для системы не пересекающихся множеств есть. Значит, то, о чем я сказал, в каждой вершине, кроме корней деревьев, будет храниться ссылка, ну, указатель на родителя. В корне этот указатель будет иметь какое-то специальное значение, ну, видимо, нул, который будет говорить о том, что родителя у вершины нет, что эта вершина является корнем дерева. Нам потребуется вспомогательная функция, которая работает с, ну, вообще говоря, с этими вершинами, с вершинами леса. Гетрут принимает некоторую вершину и для этой вершины узнает, кто является корнем дерева, содержащего эту вершину. Ну, так как в каждой вершине есть ссылка на родителя, и мы можем ходить по этим ссылкам до тех пор, пока не дойдем до корня, то гетрут состоит в том, что мы проходим по ссылкам на родителя до тех пор, пока они есть, пока вершина не является корнем. С помощью гетрута можно реализовать обе операции, которые нам нужны, и чек, и юнайт. Сейчас мы это увидим. Чек проверяет, что x и y в одном дереве, то есть, ну, изначально было, что это в одном множестве, но здесь у нас каждое дерево соответствует одному множеству, и вот все вершины, которые принадлежат одному дереву, они соответствуют элементам носителя, лежащим в одном множестве. Поэтому мы, чтобы сделать чек для двух элементов, мы возьмем вершины, соответствующие этим элементам, найдем для них корень дерева, и если у нас оказалось, что это корень одного и того же дерева, значит вершины лежат в одном дереве если это оказались корни разные то значит вершины попали в разные деревья и элементы носителя лежат разных множествах а вот unite unite заставит нас сделать новое дерево из двух сконструировать каким-то образом дерево которое содержит все элементы дерева содержащего x и все элементы дерева содержащего y здесь тоже нужно сделать get root для x и для y найти корни двух деревьев во первых это позволит нам убедиться что x и y лежат в разных деревьях потому что если они лежат в одном то нам делать ничего не надо если они лежат в разных то тогда нужно кого-то кому-то подвесить но это будет выглядеть это будет выглядеть как-то так что есть одно дерево тут где-то лежит x а тут корень дерева содержащего x тут есть какое-то дерево в котором лежит y корень дерева содержащего y и мы можем например y подвесить к иксу или наоборот получается что сложность операции чека unite напрямую связано со сложностью операции get root все упирается в то насколько быстро работает get root а get root заключается в том что мы проходим по пути в дереве от какой-то вершины мы идем до корня естественно мы идем за количество ребер которые мы проходим то есть за высоту высота дерева напрямую определяет то насколько будет эффективно наша структура данных высоту мы можем регулировать выбирая кого кому мы подвешиваем когда делаем unite то есть деревья меняются у нас когда мы делаем unite и вот мы там можем выбрать либо x к игреку подвесить либо игрек ну то есть корень можно считать что x здесь заменяется на get root от x и я буду говорить x подвешиваем к игреку имея ввиду что мы корень дерева подвешиваем другому корню потому что вершину который не является корнем никому нельзя подвесить она уже подвешено кому-то значит наше стремление получать деревья небольшой высоты вполне естественно потому что от этого зависит время работы как этого добиться вот например можно нарисовать такую картинку и я вам вопрос задам посмотрите на картинку и скажите как правильно делать ну при условии что вот этот вот условный размер дерева он чему-то соответствует вот этот вариант более правильным выглядит потому что высота дерева наверное не увеличится то есть если мы считаем что вот здесь высота больше чем здесь то имеет смысл дерево меньше высоты подвесить дереву больше высоты здесь высота не увеличится при этом а вот если мы наоборот будем действовать то здесь вот высота станет на единицу больше чем было вот здесь и значит, что-то у нас излишнее возрастание высоты произойдет. То есть в первом случае высота не растет, а во втором растет. Нам не выгодно, чтобы она росла, поэтому мы выбираем первый случай. Мы для того, чтобы определять, кого к кому подвешивать, будем в вершине хранить еще такую величину, как ранг. То есть ранг здесь нужен не для абстрактных рассуждений о сложности алгоритма, а для того, чтобы написать реализацию и понять, кого к кому подвешивать. Определим, что такое ранг. Ранг – это высота дерева, выраженная в количестве ребер. То есть если у вершины нет детей, то ее ранг 0. У дерева из одной вершинки ранг 0. А если есть дети, то тогда ранг определяется как максимум рангов детей, плюс единица. Ну, это такое просто формальное определение высоты здесь написано. Ранг – это просто высота дерева. И теперь мы уже знаем, кого к кому подвешивать. Мы можем посмотреть на ранг, взять дерево с меньшим рангом и выбрать его в качестве ребенка для дерева с большим рангом. Можно посмотреть, когда ранг растет. Вот здесь смотрим. Он же не растет в этом случае. Вот мы дерево с меньшим рангом подвесили к дереву с большим рангом. Он не вырос. Когда он вообще вырастет? Может, он всегда нулевой останется? Неправдоподобно, да? Можно заметить, что ранг вырастет, когда у нас дерево одно и дерево другое. Мы вот эти два дерева хотим объединить, подвесить одно к другому. Имеют одинаковую высоту. Тогда у нас ситуация такая, что мы не знаем, кого к кому подвешивать. И по большому счету нам все равно, кого к кому подвешивать. У нас в любом случае ранг вырастет. Вот. То есть если у нас ранг там у равен рангу икса, мы берем у, подвешиваем к иксу, а у икса ранг при этом на единицу возрастает. Давайте посмотрим на то, насколько хорош ранг. Можно сказать, что ранг, он не в конкретном дереве. Вот дерево, у которого мы оцениваем ранг, у него есть количество вершин, лежащих в нем. И ранг дерева не превосходит этого числа. Но удобнее здесь провести анализ в другую сторону и дать оценку на количество вершин. Сказать, что количество вершин в дереве, оно не меньше, чем 2 в степени ранг этого дерева. И рассуждение здесь можно провести по индукции. Начать с базы индукции. База индукции, конечно, когда у нас ранг равен нулю. Ранг равен нулю. У нас одна вершина в дереве. Ну, соответственно, количество вершин общая единица. Единица не меньше, чем 2 в степени ноль. Она равна 2 в степени ноль. Хорошо, выполняется база. Теперь индукционный переход рассмотрим. Мы знаем, что для деревьев ранга К это условие выполняется. Будет ли это выполняться для деревьев ранга К плюс 1? Ну, или не К, или Р. То есть произошло увеличение ранга. Раньше было дерево ранга Р, стало дерево ранга Р плюс 1. Нужно показать, что число вершин стало не меньше, чем вот такое. Не меньше, чем такое. Смотрим. Мы знаем, что... Что мы знаем? Пока мы ничего не знаем. Посмотрим сейчас. Да, здесь нету явного доказательства. Давайте я на доске вот так изображу. В общем, когда у нас увеличивается количество вершин, когда у нас растет ранг. Посмотрим на эти ситуации. Вот есть какое-то дерево. И кого-то к нему мы подвесили. Знаем, что здесь ранг равен числу К. И по предположению индукции число вершин в этом дереве больше либо равно, чем 2 в степени К. Если мы кого-то дополнительно сюда подвешиваем. Ну, во-первых, если мы подвесили дерево с рангом меньше, чем К, то у нас все осталось хорошо. Ранг не вырос, а количество вершин выросло. А неравенство здесь вот в эту сторону, значит. Это допустимо. У нас вершин стало больше, ранг не увеличился, все нормально. Если мы взяли другое какое-то дерево, подвесили сюда, и при этом здесь ранг поменялся на К плюс единицу. Это значит, что дерево, которое мы подвешиваем, у него ранг тоже равен К. Здесь ранг был равен К исходно. И значит количество вершин в этом дереве не меньше, чем тоже 2 в степени К. А в получившемся дереве будет 2 в степени К плюс 2 в степени К и возможно еще какое-то количество вершин. Видно, что общее количество вершин в получившемся дереве будет иметь 2 в степени К плюс 1. Оценку снизу. Что приводит к тому, что индукционный переход доказан. Ранг увеличился и количество вершин увеличилось так, что условие здесь не нарушилось. Вот. Вот. Все. Теперь мы доказали это утверждение. Ну, просто взяв здесь логарифм от обеих частей. Получается, поскольку GetRoot работает за O от высоты, а высота это напрямую то же самое, что ранг, значит ранг оценивается сверху как логарифм. И говорим, что время работы операции GetRoot составляет логарифм от N от числа вершин в дереве. Ну, значит и логарифм от общего числа элементов тоже будет не меньше, чем вот время, потраченное на GetRoot. Ну, а операции Unite и Check выполняют в себе два GetRoot'а. Ну, и какое-то еще константное количество действий. Так что не стоит тот же самый логарифм. Так, это все называлось эвристика рангового. Вот там сверху написано. На самом деле слово эвристика здесь не самое подходящее. Наверное, правильнее было бы назвать это метод рангового. Подход, ранговый подход. Потому что здесь есть доказательства. Но есть еще второй метод, который позволяет сделать операции с DSU еще быстрее. Сейчас мы доказали, что все операции работают за логарифмическое время. Но это недостаточно хорошее время, то есть можно сделать лучше. Значит, второй подход, примененный вместе с ранговой ну, с этой ранговой эвристикой, как ее традиционно называют, позволяет добиться лучшей производительности, он заключается в том, что вот когда мы делаем GetRoot, мы проходим потенциально по какой-то цепочке, ну, не самой короткой, логарифмической длины, но все-таки какое-то количество действий мы делаем здесь. Нашли корень. Если мы на следующем шаге снова будем делать GetRoot, например, вот от этой вершины снова, или не от этой, или вот от какой-то вершины, которая лежит на этом пути, мы снова найдем тот же самый корень и снова пройдем по всему этому пути, ну, или по части этого пути, можно этого избежать. Вот. Здесь на слайде вопрос, можно ли переиспользовать результат с прошлого раза, но как раз если мы запомним, что делая GetRoot от каждой из этих вершин мы должны получать вот корень исходного дерева, то мы добьемся того, что мы сократим время выполнения GetRoot для последующих операций, вызванных из всех этих вершин. Идея заключается здесь, как вы понимаете, в том, что когда мы делаем GetRoot, мы проходим по цепочке повторно, то есть мы один раз прошли, нашли корень, ну, нам придется по ней пройти, чтобы найти корень. После того, как мы нашли корень, мы возвращаемся в ту вершину, из которой мы вызвали GetRoot, снова идем, но здесь мы не просто идем, а меняем ссылки. Делаем вот такую штуку. Все эти вершины устанавливаем им непосредственным родителям, в качестве непосредственного родителя найденный корень. Вроде бы мы в два раза больше действий сделали, то есть мы не один раз пошли по пути, а два. Но а если бы мы этого не делали, то по этому пути мы могли бы не два раза ходить, а там сто раз, тысячу раз, если бы мы не переподвешивали. следующие запросы на проход по этому пути будут выполняться уже от единицы. То есть всего в два раза, а не в миллион раз. На миллион запросов раньше мы ходили бы по этому пути миллион раз, а теперь на миллион запросов мы по этому пути пройдем два раза, а следующие разы будут ходить уже по пути длины один. Ну, ранг нету смысла перерасчитывать, то есть используя ранг, ну, смысл, как высота в нем уже перестает присутствовать, но пересчитывать, находить высоту не нужно, то есть последующие подвешивания, они будут работать не хуже, то есть высота дерева там будет получаться не больше, чем ранг. Если бы мы ничего не меняли, высота получилась бы равной ранге, а вот с этим переподвешиванием высота получается еще лучше. Пересчитывать ранг, ну, непонятно зачем здесь, наверное, можно было бы задаться такой целью, ну, просто по определению пересчитать, ну, в этом нет смысла, в общем. Все и так хорошо работает. Утверждается, что это не нужно. И вот утверждение, которое у нас правда без доказательства дается, заключается в том, что если мы используем и ранги, и сжатие путей, то тогда мы получаем учетное время работы, то есть это не настоящее время, учетное, но тем не менее. Учетное тоже весьма полезно, потому что как раз DSU такая структура данных, с которой мы постоянно запросы делаем, какие-то запросы, 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 и суммарное время, которое мы потратим на 100 запросов, это как раз учетное время для этих 100 запросов. Растет медленнее, чем итерированный логарифм. Здесь нужно сказать, что такое итерированный логарифм. А настоящая оценка здесь это обратная функция Аккермана. Но это такая функция, которая очень медленно растет, у нее есть определение, вы можете его в Википедии найти или где-нибудь. Есть прямая функция Аккермана, которая очень быстро растет, и которая еще используется в теории вычислимости, когда говорится, какая функция не является примитивной репутивной или что-то такое. Есть обратная функция Аккермана. Она растет медленнее, чем обычный логарифм, и растет даже медленнее, чем итерированный логарифм. А что такое итерированный логарифм, давайте сейчас посмотрим. Итерированный логарифм это такая величина, которая показывает, сколько раз нам нужно взять от числа логарифм, чтобы получить не больше, чем единицу, Не больше, чем один, чтобы получился. То есть, что значит, сколько раз от числа взять логарифм? Мы берем число n, берем от него логарифм, если у нас получилось число меньше либо равное, чем единице, то мы говорим, о, за один шаг у нас получилось. Если у нас не получилось, мы берем результат, тот логарифм, который у нас получился, и берем логарифм уже от него, и говорим, если теперь получилось меньше, чем единица, не больше, чем единица, то теперь, значит, за два шага удалось. Если за два шага не удалось, снова берем логарифм от того, что у нас сейчас есть, и продолжаем, считаем число шагов, которые мы выполнили. То есть, например, для числа 2 нужно взять один раз логарифм, получится единица. Для числа 4 мы берем один раз логарифм, получается двойка, для двойки берем логарифм, получается единица, и получается два шага на то. Потом, следующее число, у которого итерированный логарифм равен тройке, это 16. То есть, от 16 мы берем логарифм, получаем четверку, от четверки берем итерированный логарифм, получаем двойку, то есть, не итерированный, а обычный просто логарифм. Берем от 16, получаем 4, обычный логарифм берем от 4, получаем 2. При этом считаем количество шагов, и вот количество шагов это называется функция итерированного логарифма. Следующее число, для которой функция итерированного логарифма дает 4, это 65506. То есть, чтобы получить следующее число в этом ряду, мы берем предыдущее число и возводим 2 в такую степень. Возвели 2 в 16 степень, получили вот это число. Чтобы получить число, у которого итерированного логарифма равен 5, мы должны 2 возвести в такую степень. И видно, что числа больше чем 5 у нас, наверное, на практике не встретятся. То есть, числа, для которых вот эта функция превосходит 5, я не знаю, где вы такие числа возьмете, честно говоря. 2 в степени 65536, это что-то колоссальное, сложно представить себе. А функция Аккермана, обратная функция Аккермана, растет еще медленнее, чем эта штука. Но видно, что на практике можно считать, что на самом деле у нас никакая не функция, а просто константа. То есть, 4, 5, не больше, чем столько, такой множитель привносит нам наличие обратной функции Аккермана в оценке сложности алгоритма. То есть, с теоретической точки зрения оно там как-то растет, но на практике оно растет настолько медленно, что можно говорить, что фактически это константа ведет себя, эта функция. Сейчас еще один алгоритм расскажу, который использует систему непересекающихся множеств. Это алгоритм из теории графов. Мы пока не занимаемся графами, так вплотную, хотя некоторые задачи там на графах есть. Эта задача чисто для иллюстрации, как может пригодиться еще ДСУ. Задача о минимальном основном дереве. Слышали про такую задачу? Я не могу вам читать. Поэтому сейчас я буду напоминать. Значит, есть, опять же, неориентированный граф. И есть ребра, при этом ребрам приписаны веса. Давайте я тут какие-нибудь веса назначу им. Напишу на них числа. Что такое остобное дерево графа? Ну, во-первых, не у любого графа есть остобное дерево. Чтобы у графа было остобное дерево, граф должен быть как минимум связным. Потому что если граф не связный, то тогда можно говорить про остобный лес. Остобный лес образуется остобными деревьями для каждой из компонентов связанности. Ну, допустим, граф связный. Граф связный, тогда остобным деревом будет такое дерево, вершинами которого являются вершины графа, ребрами тоже являются некоторые из ребер графа. То есть это дерево должно включать себя под множество ребер исходного графа и при этом включать себя все его вершины. Определение понятно? Ну, если я говорю про дерево, то естественно. Дерево связанное графом с циклов. Циклов нет, связанным должен остаться. Что такое минимальное дерево? Ну, вообще, что такое вес в данном случае? Вес — это сумма весов ребер. Если мы взяли какой-то подграф, под множество этих ребер, мы можем просуммировать числа на тех ребрах, которые входят в этот подграф, и сказать, что это его вес. Таким образом, если мы взяли какое-то множество ребер в остовное дерево, включили, мы можем посчитать сумму чисел на ребрах этого дерева и сказать, что вес дерева такой. Получается, ну, вообще у графа может быть довольно большое количество остовных деревьев. Чем больше в графе циклов особенно, тем больше в нем остовных деревьев, потому что там можно как-то варьировать, крутить, выбирать одно ребро или другое. Если граф является деревом, то у него ровно одно остовное дерево. Ну, сам граф. Если в нем один цикл, то можно там на этом цикле пробовать разные ребра выкидывать и получать разные остовные деревья. Вот. Получается, мы формулируем задачу следующим образом. Нужно найти среди всех остовных деревьев минимальное по весу. Ну, если таких несколько, может быть несколько минимальных остовных деревьев, то тогда произвольно выбираем. Нам любой из них подходит. Давайте перерыв сделаем. После перерыва обсудим эту задачу. В принципе, люди, наверное, знают эту задачу. В общем, я то, что сейчас буду рассказывать, это называется алгоритм Краскала. Потому что есть другие алгоритмы, решающие эту же задачу, но они работают по-другому. И они не используют ДСУ. Алгоритм Краскала основан на том, что ДСУ используется, лежит в основе. Или Краскала пишут, или Краскала, но я встречал в разном написании. Значит, идея алгоритма состоит в том, что мы ребра все выпишем и отсортируем по весу. Чтобы ребра выписать, наверное, мне надо как-нибудь вершины еще занумеровать. Чтобы не путаться, я буквы напишу на вершинах. Напишу здесь. И давайте я буду сортировать теперь ребра. Скажу, вот есть ребро, которое весит 1. Это ребро ЕФ. Есть ребро, которое, ну даже 2 ребра, которые весят 2. Это АЦ. И БЕ. Есть ребро, тоже 2 ребра, которые весят 3. Это ДЕ и АБ. Что там еще? Есть ребро, весящее 4 ДБ. Есть ребро, которое весит 5 БФ. Есть ребро, которое весит 6 СД. Вот. То есть мы выписали ребра и отсортировали их по весу. А теперь осталось пройти по этому списку и добавить те ребра, которые нам подойдут. Подойдут те ребра, которые не образуют циклов. То есть давайте я буду это изображать. ЕФ. Изначально мы строим лес, мы начинаем с пустого графа. То есть мы строим дерево, изначально у нас есть лес. Какие-то несвязанные вершинки без циклов. Граф без циклов. Мы добавляем в него ребра, при этом избегаем появления циклов. В начальном состоянии ребер вообще нет. Значит, это лес. ЕФ. ЕФ. Вот это ребро. Добавили его. Второе ребро. АС. Ну его тоже, конечно, возьмем. Смотрим на ребро БЕ. Или какое? БЕ, да, вот оно. БЕ. Смотрим, оно не образует цикла, можно его добавить. Вопрос. Как смотреть на то, образует ли добавляемое ребро цикл или нет? Нужно поддерживать компоненты связности. То есть, это похоже на задачу Dynamic Connectivity. Тут тоже нас просят только добавлять ребра. Если подумать, то это прям вот задача Dynamic Connectivity, только под другим соусом. Нас просят добавлять ребра, но когда добавление ребра приводит к появлению цикла, мы просто пропускаем этот шаг. Пропускаем и переходим к следующему. И действуем до тех пор, пока у нас ребра не закончатся. То есть, мы используем DSU для того, чтобы поддерживать связанные компоненты этого графа. И для того, чтобы определять, можно ли добавить ребро или нет. То есть, мы добавляем его, если его концы лежат в разных компонентах. Так, что там, BE. BE было добавлено. Потом смотрим на DE. Тоже оно добавляется. Потом идет ребро AB. У нас что-то все подряд добавляется. Вот DB не будет добавлено. Потому что, когда мы смотрим на концы ребра D и B, мы понимаем, что те ребра, которые мы до этого добавляли, они соединили уже эти две вершины D и B, и они лежат в одной компоненте связанности. Поэтому добавление этого ребра приведет к тому, что у нас лес, который мы строим, перестанет быть лесом. Но, кстати, здесь дальше все ребра уже не будут добавлены. Потому что то, что у нас на этом этапе получилось, это уже основное дерево. Дерево дотянулось. Ну, вот, лес разросся настолько, что стал одним деревом. И если мы... Ну, по честному алгоритму он просто проходит. И все эти ребра пробует добавить, видит, что у него не получается, и заканчивает работу. Тут какой-то пример неинтересный получился. Можно было бы написать, что что-нибудь... Что, например, вот на этом цикле все ребра весят один. А вот это ребро, допустим, весит два. Ну, тогда мы начнем с того, что вот эти три ребра в каком-то порядке будем добавлять. И одно из них мы пропустим, а потом пойдем уже добавлять те ребра, которые весят два. Вот. В принципе, можно заметить, что это алгоритм жадный. То есть он на каждом шаге выбирает то ребро, которое... Ну, как бы максимально хорошее с точки зрения локально этого шага. То есть среди всех доступных, ну, то есть не добавленных еще в остовный лес ребер, мы выбираем такое ребро, которое имеет минимальную стоимость, которое можно добавить. Минимальный вес. Минимальный вес. И которое при этом цикл не создает. Не любую задачу можно решать жадностью, я думаю, что с этим вы тоже сталкивались. Но вот в данном случае жадность работает. Вообще можно сказать, что жадность работает, когда у нас задача на матроиде. Если вы слышали такое слово, как матроид, слышали? Ну вот. Но тут можно доказать, что вот эта структура, структура основных деревьев на графе является матроидом. Но для этого надо дать определение, что такое матроид. Я сейчас к этому морально не готов. Поэтому здесь можно провести доказательства следующим образом. Доказательства того, что алгоритм работает правильно. У нас же есть шаги. То есть мы начали с шага, когда граф пустой. Ну, в смысле, без ребер. Содержит только вершины. И начинаем по очереди ребра в него добавлять. И давайте будем говорить, что на каждом шаге множество ребер, которые мы включили, оно остается хорошим. Что такое хорошее множество? Множество будем называть хорошим, если его можно достроить до минимального основного дерева. То есть существует такое основное дерево минимальной стоимости, какой-то темин, которое включает в себя, ну, множество ребер, которого включает в себя текущее множество ребер, там, Е-кур, текущее множество ребер. Существует такое минимальное основное дерево, что вот ребра, которые есть на нашем шаге, включаются в множество ребер этого дерева. Иначе говоря, можно добавить какое-то количество еще ребер в это множество и получить минимальное основное дерево. Если у нас на каком-то шаге множество перестало быть хорошим, то, значит, мы провалили задание. Это называется хорошее множество. Хорошее множество. Если на каждом шаге множество остается хорошим, оно будет хорошим и на последнем шаге. На последнем шаге дотянулись до всех вершин, основный лес стал основным деревом, и раз у нас множество является хорошим, это значит, что оно является минимальным основным деревом. Ну, тут будем тоже по индукции доказывать, по шагам. Начнем с нулевого шага, ну, то есть, когда мы еще ни одно ребро не добавили, и скажем, что множество ребер на этом шаге является хорошим. Множество ребер на этом шаге пустое, пустое множество, очевидно, является хорошим, потому что, ну, мы возьмем какое-нибудь минимальное основное дерево, и пустое множество в нем, конечно, содержится, пустое множество в ребер. Значит, база индукции выполняется, доказано. А вот теперь выполняем индукционный переход. Индукционный переход – это шаг, когда мы очередную, пытаемся очередное ребро добавить. Какое-то ребро, что-то там надо добавлять, вот это ребро взяли, например, вот это ребро взяли, и хотим взять какое-нибудь. Ну, или давайте вообще мы только одно ребро взяли, вот это вот первое, и хотим вот это еще ребро взять, включить множество. И хотим сказать, что вот на предыдущем шаге множество было хорошим, а после того, как мы добавим ребро, у нас множество, которое получится, тоже будет хорошим. Как это доказать? Ну, здесь нужно сказать такой термин, как разрез. Разрез. Что такое разрез? Разрез – это множество ребер, которые проходят между двумя непересекающимися частями вершин графа. То есть вот у нас есть множество вершин, мы его разбиваем на два подмножества, непересекающихся. Например, мы можем взять А, Б, С и Ф. с одной стороны, а с другой стороны взять ДЕ. ДЕ. Вот такие два множества вершин. В разрез войдут тогда те ребра, которые ведут из вершины А вершину Д или вершину Е, ведут вершину Б, вершину Д, вершину Е. То есть из одной части графа ведут другую. То есть можно сказать, что тут такая река протекает, а вот эти ребра являются мостами. Но это все условно, потому что мостами на самом деле в графе другое называют. Это просто для иллюстрации я говорю, что такие мосты. Есть, значит, множество ребер, которые пересекают разрез. Что теперь нам надо сказать? Как тут доказательства построить? Я сейчас подумаю. Ну, в общем, если у нас есть какое-то минимальное ребро, то есть вот множество ребер, пересекающих разрез, мы среди них возьмем ребро с наименьшим весом и скажем, что мы его можем добавить. Востовное, ну, не Востовное дерево, а вот в текущее множество вершин. И при этом множество множество ребер. Текущее множество ребер при этом останется хорошим. То есть, например, вот это ребро весит один, мы его можем добавить в множество ребер. Ну, у нас было раньше одно ребро в множестве ДЕ, вот мы добавили еще это ребро БЕ, и такое множество из двух ребер остается хорошим. Нужно это доказать сейчас. Такое вспомогательное вспомогательное утверждение. Давайте посмотрим на какое-то остовное дерево. Пока что не будем смотреть, что мы добавили новое ребро, наше множество, утверждалось, что множество ребер на предыдущем шаге, ну, давайте, множество ребер, которые есть на предыдущем шаге, ЕИТЭ, а множество ребер, которое будет на следующем шаге, после добавления этого ребра, будет называться ЕИ плюс первое. ЕИ плюс первое это ЕИТЭ в объединении с вот каким-то ребром ЕМИН. ЕМИН, ребро минимальной стоимости, проходящее через разрез. Вот это ребро в данном случае. А могло быть взято вот это ребро. Ну, они одинаковые стоимости, поэтому они одинаково хороши для нас. Неважно, какое мы возьмем, у нас в любом случае должно получиться хорошее множество. Про ЕИТЭ известно, что оно хорошее по индукционному предположению. А сейчас мы доказываем индукционный переход, который заключается в том, что ЕИ плюс первое тоже должно стать хорошим. Ну, раз ЕИТЭ хорошее, значит, есть какое-то остовное дерево Т, минимальное остовное дерево, которое содержит в себе ЕИТЭ. Тут могут быть две ситуации. Первая ситуация, когда ребро ЕМИН принадлежит остовному дереву ЕИТЭ. Если оно принадлежит остовному дереву ЕИТЭ, то тогда можно написать еще вот такое включение и сказать, что дерево Т это то дерево, то минимальное остовное дерево, которое обеспечивает свойство хорошести для вот этого множества ЕИ плюс первого. Ну, чтобы сказать, что это множество хорошее, нам нужно найти такое минимальное остовное дерево, в котором это множество будет лежать. Вот если вершина ЕМИН лежит в множестве ребер дерева Т, то тогда это множество тоже мы можем назвать хорошим, потому что мы предъявили дерево Т и говорим, вот это множество является подмножеством ребер дерева Т. Это одна ситуация. Другая ситуация, менее приятная, заключается в том, что ребро ЕМИН не принадлежит дереву Т, ну, множество ребер дерева Т. Что это для нас значит? Дерево Т является остовным деревом. Значит, оно содержит в себе все вершины графа. Все вершины графа и, стало быть, оно пересекает разрез. Есть какое-то ребро, которое пересекает разрез. Ребро именно дерева Т. Ребро, которое принадлежит дереву Т. Потому что, если нет ребра дерева Т, пересекающего разрез, то, значит, дерево содержит две компоненты связности. Это какое-то странное дерево. Видимо, это не дерево получилось. Значит, есть какое-то ребро, дерево Т, которое пересекает разрез. Посмотрим на это ребро. Назовем его Е, Е штрих. Е штрих пересекает разрез. Утверждается, что вес ребра Е штрих не может быть больше, чем вес ребра Е мин. Вес ребра Е штрих меньше ребра равен, чем вес ребра Е мин. Почему так происходит? Давайте посмотрим на такую, на такой граф, который получится, если мы возьмем дерево Т, минимальное основное дерево, которое обеспечивает свойство хорошести для множества Еитова, и добавим в него еще ребро Е мин. У нас получится не дерево, у нас получится какой-то граф, содержащий цикл. Что лежит на этом цикле? На этом цикле будет ребро новое добавленное лежать Е мин. Потому что если бы оно не лежало на этом цикле, это значит, что цикл существовал до того, как мы это ребро добавили. Ну вот. А цикл пересекает разрез. Цикл пересекает разрез как минимум дважды. Цикл не может один раз пересекать разрез. Если это цикл, то мы пошли по циклу, в другую часть графа попали, потом мы должны вернуться обратно. Вообще в графе цикл пересекает разрез четное количество раз. Значит, есть вот этот разрез, которым разрезано ребро E-min, есть какое-то другое ребро, которое тоже пересекает этот разрез. да, вот это как раз и будет наше ребро E-штрих, на которое мы смотрели. И теперь мы хотим доказать вот это соотношение, что вес ребра E-штрих не превосходит веса ребра E-min. Почему так? Потому что если вес ребра E-штрих будет больше, чем вес ребра E-min, то тогда это значило бы, что мы можем дерево T сделать более оптимальным, чем оно есть. Мы вот построили такой граф, добавили в него ребро E-min, а мы можем из него убрать после этого ребро E-штрих. Как при этом изменится вес этого графа? Понятно, к нему прибавится вес добавленного ребра, то есть изменение веса здесь составит такую величину. Добавится вес ребра E-min, и вычтется вес ребра E-штрих. Вес ребра E-штрих. Ну, изменение какое должно быть? Изменение не может быть отрицательным, потому что мы сказали, что дерево T минимальное основное дерево. Минимальное. Раз оно минимальное, то мы не можем построить другое основное дерево, а вот как раз если мы одно ребро на цикле добавили и одно ребро на цикле этом же удалили, мы получаем другое основное дерево, вот такой замены ребра на цикле. Вес получившегося основного дерева может только увеличиться, только возрасти. Ну, а теперь смотрим, как будет работать все это применительно нашему алгоритму. В нашем алгоритме мы выбираем ребро среди всех ребер пересекающих разрез минимальный. Тут, правда, разрез не зафиксирован, разрез какой-то произвольный. Мы, в принципе, выбираем среди всех недобавленных в граф ребер такое ребро, вес которого минимальный. то есть мы берем ребро между вершинами. Давайте я так нарисую. Тут есть какая-то вершина U, она лежит в своей компоненте связности. Есть вершина V, которая лежит в своей компоненте связности. Мы разрез можем произвольным образом выбирать. Все рассуждения, которые были после того, как я сказал, что есть разрез, они применительны к любому разрезу, который мы берем в графе. Вот здесь в качестве разреза мы можем взять вот эту часть компонента связности, в которой лежит вершина U и все остальные вершины графа. Вот это наш разрез. Компонента, содержащая вершину U и все вершины графа, за исключением компонента, содержащая вершину U. Вот это разрез, и из этого разреза исходит ребро, то ребро, которое на очередном шаге алгоритма кроскала мы хотим добавить, которое мы добавляем. Если мы ребро не добавляем, такое ребро вообще не рассматриваем, а вот ребра, которые мы добавляем, мы должны сказать, что когда мы ребро добавляем, у нас множество остается хорошим. Вот множество на предыдущем шаге было хорошим, сейчас когда мы добавим ребро, проходящее через разрез, оно останется хорошим вот в силу того, что здесь было доказано. В силу того, что есть минимальное основное дерево, которое содержит множество ребер на предыдущем шаге, а для множества ребер, которые мы получим после того, как добавим туда еще вот это ребро, мы тоже находим минимальное основное дерево. возможно это будет то же самое дерево, если это ребро содержится в дереве для множества е и то. Либо мы дерево перестраиваем таким образом, чтобы оно включало в себя это множество, но в любом случае у нас множество ребер, которые мы берем, остается хорошим. Вот. Ну или доказательство из теории матроидов, оно рассуждение примерно о том же самом, только другими словами говорятся. Вопросы? Понятно. Все понятно. Ну хорошо. Тогда давайте я что-нибудь еще расскажу. А прошлый раз вы были на лекции? Да. А поняли тот алгоритм, который я в конце рассказывал про оффлайн LCA с помощью системы непересекающихся множеств. Я думаю, надо его обзорно еще раз повторить, может быть. В общем, система непересекающихся множеств вот в таком чистом виде не позволяет дополнительную какую-то информацию хранить для множества, но это легко исправить. Мы можем написать ее таким образом, чтобы когда у нас есть множество, мы для него храним еще какие-то сведения о нем. Его размер можем хранить, например, его суммарный вес. Ну, если у нас элементы, исходные вот эти элементы, допустим, мы для каждого элемента вес назначим, тогда мы можем для множеств, которые у нас получается в процессе работы ДСУ, вычислять каждый раз вес. Ну, когда мы объединяем, мы, например, складываем. Вот любую дополнительную информацию о множестве мы можем хранить где? В корне. В корне дерева. То есть у нас есть операции по-прежнему unite, есть операции check, еще можно сделать дополнительную операцию, unite каких-то U и V, check от каких-то U и V, а еще мы можем сделать, например, set get, set от U, get от U. Set установить информацию о множестве, содержащем вершину U, ну, задать, обновить ее, а get узнать эту информацию о множестве, которая содержит вершину U. То есть у нас есть элементы, разбитые по множествам, и еще у каждого множества есть какая-то вспомогательная информация. Для всего множества целиком, не для одного элемента, а вот, например, мы можем сказать, что это множество содержит три элемента, это множество содержит четыре элемента, это множество содержит два элемента. Вот. Например, мы можем поддерживать количество элементов, если делать Unite следующим образом, Unite штрих такой. Unite с поддержанием информации о размере множества. Unite U и V делаются следующим образом. мы вначале делаем Get от U, ну, сохраняем его куда-то, размер U, сохраняем размер V, делаем Get от V, потом делаем Unite обычный, U и V, а потом делаем Set, устанавливаем для U, U, ну да, тут второй параметр, что именно установить, данные какие-то, а Get получается эти данные позволяет узнать. Как-то так, значит, Set, ему говорим размер U сумме с размером V. Зачем такое может понадобиться? Мы вот здесь для примера храним размер, чтобы было понятно, что там может вообще храниться. Хранить мы можем там, что нам надо в рамках нашей текущей задачи. Может быть, нам размер не нужен, может быть, нам нужно что-то другое хранить. Где хранится вот эта вспомогательная информация? В корне дерева. То есть у каждой вершины есть давайте я напишу структуру, что представляет собой вершина. Есть Тро-дизель, ну, видимо, ранг нам надо знать. Ну, еще пусть будет здесь дополнительное поле, в котором хранится эта информация. Наверное, больше ничего не надо. Значит, get заключается в том, что мы делаем getRoot, как обычно. все делается с помощью корня. Все делается с помощью getRoot. Делаем getRoot от U, а потом берем у него дата значения поля и возвращаем это. Ну, а set получается должно это поле обновить. Вот и все. То есть дополнительная какая-то информация, мета-информация о множестве хранится в корне. Ну, получается, она вообще в каждой вершине хранится, но реальная актуальная информация будет содержаться в корне. Чтобы этого сильно много, если там какое-то большое, большая структура данных лежит, можно, например, там указатель использовать и реально хранить структуру только для тех вершин, для которых они нужны для корней. А для тех вершин, которые не являются корнем, этот указатель там на ну пусть указывает. Вот. И давайте тогда вернемся к алгоритму, который в прошлый раз я рассказал в конце лекции. Так, сейчас тогда слайды откроете. Алгоритм Тарьяна, да. дсу здесь имеется в виду, конечно. ну, тут написано join, имеется в виду unite, конечно. А представитель имеется в виду вот как раз эта информация о множестве. Но в данном случае в качестве информации о множестве будет содержаться один из элементов этого множества, которого мы условно называем представителем. здесь. А когда мы делаем unite или когда мы делаем join, то, что здесь написано, назначаем этого представителя сами. То есть можем выбрать, какого элемента назначить представителем получившегося в результате объединения множества. у нас есть LCA, и мы решаем эту задачу в оффлайне. Давайте я тогда уж и дерево нарисую здесь какое-нибудь. надо занумеровать вершины, наверное. И есть какие-то запросы. Вот, например, запрос 4, 9, и запрос 9, 6, и запрос 6, 8. Значит, запросы мы записываем в вершины. То есть, вот, например, есть вершина 4, мы пишем, что мы хотим узнать, кто наименьший общий предок ее и девятки. Есть вершина 6, мы в нее записываем запрос, кто является наименьшим общим предком шестерки и восьмерки, а также шестерки и девятки. То есть, здесь будет храниться два элемента. Для девятки будет вот шестерка хранится и четверка. шестерка будет для восьмерки храниться. Нет. Да, что-то это. Тут должно быть два двухэлемента множества. То есть, шестерка будет здесь тоже. после этого мы начинаем по дереву совершать обход, обход в глубину и строить при этом непересекающееся множество. То есть, изначально у нас есть, как обычно, непересекающееся множество из одного элемента, каждое множество состоит, а именно каждая вершина дерева лежит в своем множестве. То есть, вот есть такая, 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 такие множества, короче. Такая вершина лежит в таком множестве. В процессе того, как мы из дерева будем подниматься наверх, мы эти множества будем объединять друг с другом, при этом назначать им представителя. Но тут пока что ясно, кто является представителем кого. То есть, если тут один элемент, он сам является представителем этого множества. Допустим, мы пошли вниз, пока мы никакие множества не объединяем, мы дошли до вершины 4. Мы видим, что четверка хочет узнать, кто является ее наименьшим общим предком с девяткой. Но девятку пока мы не обошли. Вершина 9 не помечена как пройденная. Вот она лежит. Вершина 9 не помечена как пройденная, поэтому на запрос мы не можем ответить пока что. Поэтому мы в четверке ничего не сможем ответить, мы будем подниматься. Я сейчас словами это более понятно попытаюсь объяснить. В общем, из четверки мы поднимаемся наверх и вот в это время как раз мы делаем слияние двух множеств. Мы объединяем четверку с двойкой. И вот здесь мы в качестве представителя выбираем ту вершину, которая лежит выше. А мы знаем, кто лежит выше. Выше лежит та вершина, в которую мы вернулись. Мы вернулись в двойку. Поэтому двойку мы назначим представителем. Давайте я здесь еще нарисую, что представитель этого множества это двойка. А потом согласно обходу в глубину из двойки мы должны пойти вниз в пятерку. Пришли в пятерку, в пятерке ничего интересного нет. Поэтому пошли дальше, пошли глубже, пришли в девятку. В девятке мы хотим узнать запрос 6-9, но шестерка вершина пока что не пройдена. А еще мы хотим узнать 4-9, а вот 4 как раз вершина уже была пройдена. Поэтому мы делаем сейчас такую штуку. Мы в DSU делаем вот этот запрос GET. Хотим узнать представителя четверки. Кто представитель четверки? Смотрим на это множество, содержащее четверку. Множество, содержащее четверку, содержит четверку и двойку, а представителем его является двойка. Вот она. В качестве представителя, ну то есть в качестве ответа на запрос LCA берем теперь представителя. Вот этот представитель двойка. Значит, мы теперь ответили на запрос 4-9, узнали ответ 2. после после этого мы возвращаемся из девятки наверх, объединяем эти два множества. В качестве представителя выбрали здесь, кстати, пятерку. Если бы здесь были бы запросы с другими вершинами, то эта пятерка могла бы нам пригодиться, но по факту сейчас мы ее потеряем. Когда мы из пятерки поднимаемся наверх, мы видим, мы должны теперь объединить вот множество, содержащее пятерку и девятку, множество, содержащее двойку и четверку. Эти два множества мы объединяем, получаем такое большое четырехэлементное множество, но у него не может быть два представителя, мы должны понять, кто из них будет теперь представителем. А представителем будет та вершина, в которую мы поднялись. Мы поднялись в двойку, поэтому здесь снова представителем выступает двойка. После этого мы возвращаемся назад в корень, объединяем это множество из четырех элементов еще с одним элементом, а вот в качестве представителя это множество теперь придется выбрать единицу, потому что единица выше всех. Поднялись в единицу и написали ее в качестве представителя. После этого мы идем в правое поддерево корня, приходим в тройку, из тройки опускаемся в шестерку. В шестерке нас интересуют всякие разные запросы. Шестерка с девяткой спрашивает, кто наш наименьший общий предок. Смотрим, девятка, девятка лежит вот в этом множестве и кто является представителем этого множества? Единица. Здорово, мы можем написать ответ здесь теперь один. После этого мы из шестерки поднимаемся вверх, шестерка с тройкой сливаются и в качестве представителя этого множества выбирается тройка. Потом мы идем в семерку, но в семерке ничего интересного нет. Семерка подальвется ко всему этому множеству. Будет множество из трех элементов, но родителям его остается тройка. А потом идем в эту восьмерку, в восьмерке нас интересует запрос 6-8. Вершину 6 мы уже обработали, поэтому мы идем в шестерку, смотрим в каком она множестве и кто является представителем этого множества. Представителем этого множества является тройка. Когда вы пишете обход в глубину, вы обычно просто, когда вершину обрабатываете, вы ставите флажок. Эта вершина посещена. Поэтому достаточно обратиться в массив по индексу этой вершины и понять, посетили мы ее уже или еще нет. Если мы посетили, то мы можем ответить на запрос, узнав представителя этого множества. Если мы ее не посетили, то мы этот запрос откладываем на потом. То есть каждый запрос у нас в двух экземплярах присутствует. Вот, например, запрос 4.9, он здесь отражен и здесь отражен. Для четверки тут девятка в список вошла, а для девятки четверка в список вошла. То есть запрос мы видим два раза в процессе обхода. Когда мы первый раз его видим, мы на него ответить не можем, потому что мы только одну из вершин посетили. А когда мы видим его второй раз, мы уже имеем всю необходимую информацию и готовы ответить на него. Но вопрос, почему это все работает, наверное, сейчас я не смогу доказать. Прямо в оставшееся время. Могу сказать, что это работает хорошо, в том плане, что время работы алгоритма – это время, которое вам нужно на обход дерева. И еще на каждый запрос вам нужно делать обращение к DSU, getroot. И когда вы из дерева поднимаетесь наверх, то есть на каждом ребре, по каждому ребру вы проходите вниз, и когда вниз вы ничего не делаете, а когда вы проходите вверх, вы подливаете, ну то есть два множества объединяете одно с другим. И это тоже операция с DSU, это получается Unite. То есть время работы здесь составит что-то типа количество запросов плюс количество вершин в дереве умножить на время работы DSU. А если DSU у вас написано вот с этими двумя листиками, применяя, комбинируя оба метода, которые были сегодня озвучены, имеет время работы практически константу, ну а вообще говоря, с теоретической точки зрения обратной функцией Кермана, вы получаете хорошую производительность. Это, конечно, не лучше, чем то, что было в прошлый раз доказано, линейное время на предобработку. При этом там алгоритм еще, кажется, в онлайне работал. Но этот алгоритм, он более старый, это более старый результат. Ну и он нам еще интересен, потому что он позволяет DSU. Еще раз проиллюстрировать, почему DSU может быть полезно. Вот. Вот что хотел я вам рассказать. Вопросы?